Могилёв принял чемпионат Министерства внутренних справ Республики Беларусь по рукопашным бою. Тры дни левшие бойцы подразделением ведомства Азуси Украины змагались за звание переможца. Теперь они представят Беларусь на чемпионате Европы по этому виду спорту. До того же перемога у споборництва это махчимость отримать черговое звание – мастер спорту. Накал боротьбы тут просто зашкальвая. Гэта финальная боя, яны самые напруджаные. Маленькая помылка и перемога, якая была такой близкой, уже недосягальная. Боец с Бресту усё ж бяреца завершить раунд. Гэта заслуговывая поваги. Приёмы рукопашного боя довольно травма небеспечные. Спортсмены на подрыхтоку до чемпионата отдали не один месяц. Суды констатуют, усе 13 команд на споборництве приехали в выдатной форме. Состав участников более чем серьёзный. Представлены сильнейшие бойцы. Они готовятся к этому целый год, показывают всё своё спортивное мастерство. Усе три дни в зале шматы, кто пришёл подтримать спортсмену. Курсанты Могилёвского института переживают за своих навод на перепынках. До того ж, споборництвы, выдающий и опыт для будущих милиционеров. Каждый молодой человек должен постоять за себя уметь. Ну, естественно, так как мы сотрудники, это для нас является первостепенной задачей, можно сказать так. Сярод удельников участков из Велейки. Эдуард Федота – выпускник Минавита Могилёвского института. На посаде только по угады, але навыки. По рукопашным боям, каже, уже не одной чы допомагали у працы. Всякие бывают случаи в жизни, тем более, когда ты работаешь в наружной службе, тем более, как я сейчас участковым. И это бывает приходилось и применять приёмы специальные, чтобы задержать преступника или правонарушителя. Командная перемога на этот раз досталась от сборной Беларуси департамента Аховы. А вот сярод Могилёвчан призовое место занял только один боец – курсант Явген Гейдель. У весовой категоры до 65 килограммов он взял бронзу. Олесь Рыбалка, Виталь Вопсю, Новиниргир.